Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня на обзоре игра TripTrap. В последнее время модно играть всяких там крыс, мышь, и вот одна из таких игр. Кухня. Ого! Любимое место мышки. Видим, что у нас 0 из 600 сыра. Наверное, нам нужно на кухне набрать 600 сыра, чтобы перейти дальше, да? Ага, нет. Чтобы перейти дальше, нам нужно набрать 40 сыра всего лишь. Давайте посмотрим. Здесь у нас есть 10 уровней, я вижу. Ага, 20 уровней. 20 уровней. Так. Как же нам здесь быть? Понятно. Нажать, чтобы прыгнуть. То есть первый уровень, как обычно, самый легкий. Сложного здесь ничего. Ага. То есть чем быстрее мы пройдем, тем больше очков. Нам главное сыр взять, а не очки. Так что я думаю... Мы справимся, да? Так. Сюда перепрыгивать нельзя. Ну давайте попробуем. Ага. Ой. Нельзя, видите. А как же быть? Понятно. Хотя вот все прошли, все нормально. А почему же? Что нельзя было делать? Ладно, разберемся. Так, видим, здесь какие-то острые штуки. На них нельзя напарываться. Поэтому мы их спокойно обходим. Этот уровень вообще такой простой, как мне кажется. Это был уровень номер 3. Идем дальше. Прыгаем вниз. Так, так, так. Как же быть здесь? Ага, нам нужно вверх так перепрыгивать. Все, я понял. Сразу не сориентировался. Но мы спокойно спрятались. Так, я посмотрел рекламу и получил шлем. Наверное, он меня защищает от каких-то... ...увечий. Так, а получается, что это за стрелочка? То есть она меня отталкивает. Понятно, как такая пружина в своем роде. То есть вот мы спускаемся вниз. Открутнулись и в норку забежали. Ага, получается у меня уже два шлема. Я вижу слева вверху нарисованы шлемы. То есть если я куда-нибудь напарюсь, то, соответственно, меня шлем защитит. Так вот. Мне, получается, нужно, скорее всего, развернуться, да? А, нет. Так. Мне нужно в другую сторону. Мне вот так нужно бежать, чтобы попасть в норку. Что мы, в принципе, спокойно и сделали? Ренчистый пройден. Я думаю, что мы 20 уровней сегодня пройдем спокойно. Так, а что они в этих колпачках таких накрыты? Что это значит? Ага, нужно сначала их разбить. А потом уже брать. Вот как по-хитрому. Так, смотрим. Если бы сначала взяли тот кусочек, то мы пошли в норку. Прошли бы его с двумя кусочками. С звездочками. Или с двумя кусочками сыра. А так мы пошли за... Сначала дали. И в итоге все правильно сделали. Три сыра. Две кусочка собрано. Так. Ну что же, приступим. Кусочек один взяли. Один столкнули. И его же теперь берем. Прыгаем наверх. Ой, туда нельзя. Так, так. Что-то я... Ага. Вот так вот нужно. Все. Это был восьмой уровень. Наша мышка. Мы вместе с ней. Так. Ну что же, бежим. В принципе, тут сложного, по идее-то, ничего нет. Хотя вот там внизу, аж три таких острых штуки. Так. Стоп, 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 стоп. А как же быть здесь? Чтоб-то я... Немного не пойму. Вот так вот. Ага. Вот так нужно. Спускаемся вниз. Проходим все препятствия. Ай, опять я... Не туда побежал. Все, теперь никуда прыгать не нужно. Нужно идти в норку. Здорово. Правда, немного долго было. Но ничего, зато без ошибок все прошли. Видим, это уже девять уровней. И скоро перейдем ко второму разделу. Этой кухни, да? Ну что, мышонок, вперед. Столкнули. Кусочек сыра взяли. Можно, в принципе, сразу еще один столкнуть. И сразу же его взять. Здесь вообще ничего сложного не было. Видите? И очень качественно. Видите, мышонок нам показывает из норки лайк. Так что, если вам тоже нравится эта игра, друзья, тоже ставьте лайк под этим видео. Поддерживайте наш канал. Так, ну а мы переходим к одиннадцатому уровню, да? Вот он у нас. А что же это значит? Быстрее бежать. А зачем нам быстрее бежать? Ага. Получается, ускорение нужно, да? То есть, чтобы догонять сыр. И чтобы норку тоже догонять. Это было вообще просто. Сначала просто я не понял, что нужно делать. Бегу на дам, и все, и побежал. Оказывается, держать нужно. Это было... Сначала, а теперь вот... Как-то... Все будет немного сложнее. Опа. Один кусочек мы сразу съели. Так, прыгаем вверх. Опа. Ай. Ай-яй-яй-яй. Не так сделал. И что теперь? Ха-ха-ха. Ой, обидно. Слушайте, я теперь за ним прям... А если я так сделаю? Нет, наверное, придется пропустить его. Называется, на обратном пути потом... За ним вернуться. И побежали. Может быть, сейчас его догоню? Не, не успею. Вот сейчас точно догоню. И можно спокойно идти в норку. Так. Мышонок показал перевернутый лайк. Типа дизлайков нам не нужно. Если уж ставить, то лайк. Зачем тратить свои силы ради дизлайков? Так. А здесь мы, получается, что? Можем разворачиваться, да? Ага. Берем один кусочек. Второй. Ну вот, в принципе, понятно, как разворачиваться. Я это и так знал. Ну, как бы догадывался. Нам нагадываться. Вот, здорово. Тринадцатый уровень. Такая игра вообще п***лосенькая. Может, конечно, дальше будут уровни посложнее. Я на это надеюсь. Но, в принципе, у нас детский канал. И это детская игра. Поэтому, как бы... Зачем нам сложности? Нам и так... Нравится. Ведь правда? Так. Это мы взяли. Теперь это скидываем тоже. И смотрите как. Два кусочка сразу берем. Падаем вниз. И идем в норку. Как-то нам, по-моему, повезло здесь. Даже очень. Могло быть намного хуже, но вот... Пока что в этой игре у нас везение присутствует. Так. А здесь уже начинается... Ой, нет. Слушайте. Ай, видите, все. Я проиграл. Нужно начинать сначала. Я просто немного не сориентировался. Нам нужно вот сразу вверх, видите. Вот так вот сталкивать. Наш сыр. Так. А теперь нам нужно как-то... Ой-ой-ой. Опять неправильно. Видите. Только сказал... О, три бесплатных шлема. Классно. За просмотр рекламы дали один шлем. А за... Просто так дали один шлем. Так. Ну вот. Я только сказал про то, что уровни слишком легкие. И начали попадаться нам немного сложные уровни. Опа. Успел. Здорово. Ну хотя вот сейчас я правильно пошел вначале. И в принципе не должно быть здесь ничего сложного. Вот смотрите. Раз. Ай, не успел. Все. И теперь я в норку забегаю. Немного вначале мы... Эм... Не надо спрашивать. Я и так говорю, что игра нам нравится. Поэтому... Когда зрители смотрят наши видео, то они... Это для них и так лучшая реклама, когда... В общем... Они видят хорошую игру. Оценивать совсем не обязательно. Так, так, так. А как же нам здесь? Слушайте. Нужно... Нужно... Нужно понять. Ага, вот так. Все, правильно. Я правильно побежал теперь. А... Ой. Вот. Все, все, все. Я не понял, как я ее прошел. Сначала вообще не мог ничего сделать, а потом раз и... Я думаю, вы все видели. Поэтому, как кто не может пройти, может воспользоваться... Нашим прохождением. Так, а что это? Опять ускорение нужно? А зачем? Я не пойму, зачем ускорение. По-моему, и так все хорошо, смотрите. Вот. Сыр падает. Так, получается нам нужно что? Сейчас взять этот кусочек с этой стороны. А... И затем как-то развернуться, да? Как же нам тут развернуться? А... Надо подумать. Я что-то не пойму сразу так. Ага, вот. Все. Ай-яй-яй-яй-яй. Я резко нажал не туда, куда нужно. Но это обидно, потому что ведь все было хорошо, смотрите. Это меня дернуло вот нажать как-то на кнопку. Совсем тогда не нужно было. Но бывают ошибки мелкие у всех. Я думаю, это, конечно же, не беда. Правда ведь? Вот мы сейчас... Опа. Эх, не успел. Немного. И вот сейчас я иду в норку. Здорово. И 17 уровень пройден. Правда, со второй попытки. Если в начале никаких ошибок не делали, то вот с каждым уровнем потихоньку ошибочки появляются. Если их здесь намного больше уровней, то я думаю, у нас ошибки еще будут. Так, а как же быть здесь, друзья? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот она и ошибка. А-а-а, вот и черно. Я уже бежал, видел, что я столкнусь. Так. Вот опять то же самое. Немного я как-то не рассчитаю. Нужно, значит, что-то поменять. А-а-а, это... Вот оно. Так, нужно как-то все-таки подгадать. А-а-а, все равно в другую сторону побежал. Ох ты. Совсем прям близко был уже. О, вот. Все. Теперь я правильно все сделал. А-а-а, в конце попался. Ну, это обидно, ведь уже почти все получилось. Ну, вот он, 18 уровень, уже в принципе... Довольно-ки сложный. Что ж ты сделаешь? А-а-а, ха-ха-ха-ха. А-а-а, е-е-е-е. Ха-ха. Вроде бы ничего сложного. Все понимаешь, как делать. А что-то вот как-то не идет. Так, ну вот сейчас я уже настроился. А-а-а, вот. Все, побежал. Давайте теперь здесь так же самое сделаем. Вот, все, наконец-то я его прошел. У меня уже немного, если честно. После стольких легких уровней попался один такой сложный. Так, ну, и сыры мы собрали. И идем к 19-му. К предпоследнему на сегодня. Так, а что же у нас здесь за особенность такая? В принципе, я здесь... У-у-у-у. Я вообще думал о своем. Совсем... Я пытался понять, что здесь за сложность. и совсем не заметил эту подставу, скажем так. Получается, здесь нужно рассчитать, чтобы мы одновременно вот с этими железячками бежали. Ну, в общем, я просто вначале маленькую ошибку допустил, потом все понял и справился. Опять три сыра у нас, или же три звезды, как я всегда называю. И переходим к последнему уровню в этом разделе. Интересно, что же здесь сложного? По-моему, сложного ничего не вижу. Ага. Фух, вы это видели? Все, теперь мне просто нужно пробежать к норке, что я, в принципе, успешно и делаю. Получается, с 18 уровнем я немного застрял, а в остальном все было нормально. Так, головоломка. Вы открыли режим головоломки. Переключайте режимы на экране уровней. Так, стандартный и головоломка. А как его переключить? Сейчас стандартный. Хорошо. А давайте посмотрим. Получается, вот уровень. Нет, ладно. Здесь мы, в принципе, были. А, вот головоломка. То есть здесь, кроме всего прочего, еще есть и головоломки. То есть это все кухня. А стильная у нас уже открыта. Но здесь же у нас есть еще. Давайте одну головоломку сыграем. Так, головоломка. Хорошо. Подумайте перед прыжком. В режиме головоломки количество прыжков ограничено. Ага. Получается, что у нас здесь ограничения. То есть сначала, наверное, ограничения по прыжкам, потом по времени, потом еще почему-то. Теперь все стало ясно. Грубо говоря, предыдущие уровни были у нас как режим такой свободный. Мы там просто как хотели, так что и делали. Заморачиваясь ни по какому поводу. А здесь нужно все четко думать. Давайте я один попробую пройти. Так. Смотрим. Один прыжок. Получается, нам хватит всего два прыжка. А нам дается... Ага. Режим головоломки. Стандартный головоломки. Так. Ну что же, друзья. В принципе, мне игра очень понравилась. Такая она своеобразная. И я думаю, дальше она будет сложнее и сложнее. Если кому-то вдруг показалось, она очень легкая. Поэтому я дальше буду ее записывать, постараюсь даже почаще. Может быть, там через два-три дня, кажется, буду ее выпускать. А поэтому, если она вам тоже понравилась, то поддерживайте ее и наш канал. Ставьте своими лайками. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим видео с друзьями. А также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Дальше будет только интереснее. Пока-пока.